19 октября в библиотеке имени Розенова в формате литературно-музыкальной гостиной состоялся вечер памяти Виктора Бокова, подготовленный сотрудниками Дома-музея поэта в Язвицах. В одном из залов Розеновки собрались члены клуба любителей поэзии Виктора Бокова. Здесь звучали стихи и песни народного поэта. О страницах биографии знаменитого земляка рассказала Светлана Куницкая, лектор Дома-музея Виктора Федоровича Бокова. Виктор Федорович, конечно, с молоком матери впитал родниковую речь России. Он сформировался в то время, когда еще сохранились вековые устои, нравственная чистота народа и незыблемые законы семьи и сельской общины. ПЕСНЯ По окончании мероприятия его участники делились своими воспоминаниями о встречах с поэтом. Его выступление зажигало. Зажигало, не оставляло равнодушным никого. Вспоминая Виктора Федоровича, мне хочется, чтобы у всех возникал образ. Не какое-то академичное имя, а живой, веселый, оптимистичный человек. Первый раз в фойе. Я увидела его сидящим, и он продавал книги. И когда я узнала, что это поэт Боков и автор Оренбургского платка, я подошла к нему и купила у него книгу. Эта книга, вот она сейчас со мной. Эта книга называется «Три травы». И когда мы возвращались на автобусе, я не могла оторваться от чтения этой книги. Виктора Федоровича уже 12 лет нет с нами, но он так влияет на судьбы людей. В данный момент фонд творческого наследия проводит два конкурса – музыкальный и поэтический. И пришло огромное количество заявок, что, конечно, не может не радовать. И мы надеемся, что такая тенденция будет продолжаться, потому что песни Виктора Федоровича и стихи, они не стареющие. Это классика, это народное творчество. Елена Георгиева, Сергей Власов. День города.